здравствуйте я приветствую вас прямом эфире сегодня мы с вами будем разбираться с нюансами запечатывания будем выполнять коррекцию запечаткой расскажу о материалах которые будем использовать и соответственно технологии и нюансы что такое вообще запечатка и для чего она нам нужна когда мы ее используем запечатку можно использовать при коррекции можно использовать при укреплении натуральных ногтей что она из себя представляет на натуральный ноготь либо на ноготь требующий коррекции нам необходимо выстроить запечатку назовем это запечатывающим кантом который формируется от одного ногтевого в роста по всей боковой по боковому ребрышку по торцу и к другому ногтевому в ростом нам нужно создать такой искусственный бортик создать искусственную рамочку которую мы ставим наш натуральный ноготь натуральный ноготь он подвержен воздействием как влаги так и высыханию при отрастании натуральный ноготь при отрастании имеет свойство скручиваться скручиваться в поперечном изгибе и за счет этого очень часто у клиентов идут отслойки со стороны свободного края когда ноготок подкручивается и от искусственного материала по поверхности вот здесь при скручивании он начинает отслаиваться в результате чего появляются отслойки они могут быть достаточно обширными особенно это видно при коррекции с внутренней стороны ноготочки начинают загрязняться выглядит это максимально не эстетично для запечатки мы можем использовать натурал композит гель либо гель soft pink желе это гели высокой степени вязкости видите какие они густые различаются они по цвету натурал композит он такой желтоватый максимально подходит по цвет натурального ногтя эти такой густой густой и вот он позволяет за счет этой вязкости выкладывать запечатывающие канты по торцу soft pink желе он имеет такую же вязкость он тоже достаточно густой и также и мы можем формировать запечатывающие кантики для того чтобы понять куда присоединяйте как присоединять мы сейчас разберемся когда ноготь у клиента натуральный я сейчас изгиб рисую торец натуральный ноготь зачастую достаточно тоненький и толщины не имеет и при выкладке запечатки если вот сразу брать на тоненький ноготь и начинать выкладывать запечатку она начнет просто искать себе плоскость к чему присоединиться и как правило будет заворачиваться с внутренней стороны и потом при коррекции когда мастер начнет выпиливать ее она полностью выпиливается уходит и на торце и и не остается вот если ноготь у нас свой натуральный тонкий либо вы выполняете коррекцию и часть материала есть а часть например была отслойка вы ее спилили нам сначала эту толщину либо сформировать нужно по поверхности либо ее восстановить и только вторым этапом уже выстраивать запечатывающий кантик который перекроет вот этот торец расстояние но не расстояние остык между искусственным материалом и натуральным ногтем вот в таком варианте запечатка будет у нас эффективно я сейчас начну подготовку и в процессе работы все вот эти нюансы мы будем обсуждать я буду ставить на них свои акценты у меня такой ноготок с отросшим с отросшим покрытием собственно говоря показания для коррекции у нас здесь мы начнем с того что будем убирать цвет и понижать толщину искусственного материала работаю керамической фрезой работой на форварде так как я правша и соответственно движение мои будут сверху вниз работать я начинаю широкой частью фрезы я делаю отступ эти отступ от границы гель натуральный ноготь для того чтобы ноготь натуральный не цеплять укладываю фрезу равномерно равномерными такими протяжными движениями вдоль по всей поверхности я убираю цвет и понижала толщину искусственного материала полностью до ногтя мы допиливать не будем только будем понижать при коррекции в чем смысл коррекции мы только восстанавливаем архитектуру на отросшую часть и можем дополнить там центре либо по торцам если есть необходимость но полностью снимать весь материал смысла нет далее уже я в работу носик фрезы пускаю и носиком фрезы я спускаюсь по боковой поверхности я оттягиваю на себя валик ставки опила сразу до раскрываю валик и носиком фрезы плавно спускать по боковой поверхности к в росту к ногтевому вот таким образом у меня достаточно эффективно полностью весь цвет убирается когда мы двигаемся равномерно с равномерным давлением поверхность у нас образуется под фрезой остается ровная она гладкая необходимости допиливать потом пилочка дорабатывать абсолютно никакой нет мы сразу можем сэкономить время и на чистоту подготовить ноготок разворачиваю ноготок реверс я не меня работа без смены реверса и также носиком плавно приближаюсь границы естественно там где у меня есть отслойка отслойку я буду убирать смотрите когда мы понижаем толщину искусственного материала у меня открываются граница отслойки то есть у меня материал истончается становится более тонким и соответственно видно отслойку с мне сразу становится гораздо лучше здесь я сейчас разворачиваю фрезой двигаюсь по искусственному материалу таким образом я натуральный ноготь не травмирую я понижаю толщину искусственного материала и плавно приближаюсь границы цвет натуральный ноготь без давления еле касаюсь цвета меня полностью весь уходит размыто девочки но я максимально стараюсь фокусироваться возможно качество интернета здесь смотрите у меня тоже отслойка чтобы к этой отслойке мне подойти я не пилю со стороны натурального ноготь я перед отслойкой ладно плавно понижаю границу еле еле касается я на меня полностью вся отходит опять понизила толщину плана граница . подошла вот таким образом здесь также разворачиваюсь вижу отслойку которой буду подходить путем понижения искусственного материала не по натуральному ногтю работаю а по искусственному материалу видите истончается материал и полностью сейчас еще буквально одно движение и моя отслойка раз и полностью уходит и таким образом ноготок не травмируется у меня осталась часть материала на поверхности которую я опиливать не буду расслойку не видно но к сожалению если качество нас подводит вот чем в контакте конечно мне очень нравится все таки качество отличаются от того же самого instagram так что мне нужно сделать я согласовываю с клиентом длину я согласовываю с клиентом форму спрашиваю насколько мы убираем длину какую форму вы хотите согласовала с клиентом придаю форму свободному краю убрала длину ленга рита убери на столько насколько отросло да как правило мы коррекцию делаем настолько насколько отросло на в большинстве своем случае придала форму свободному краю клиенту показала говорю такая длина такая форма да отлично такая длина и теперь мне от этой формы в которую в конечном итоге клиент хочет получить нужно выполнить заужение не выпиливая ногтевые вросты а начиная от ногтевых вростов я делаю ноготок уже и короче буквально там на 1 2 миллиметра от желаемой длины которую в результате мы получим делаем это для того чтобы нам было куда присоединить запечатку и после перекрытия скульптурным гелем у нас получилась желаемая форма та которая у нас изначально было в клиентском запросе смотрите сняли материал мы достаточно аккуратно от слойки мы опилили пилить по поверхности ногтевую пластину нет никакой необходимости если есть какие-то еще там неровности что помешает вам в работе вы хотите убрать это можно сделать шлифовщиком буквально шлифовщиком пройти убрать излишки маникюр мы не делали этот просто отодвинула кутикулу приподняла ее и буквально там в несколько движений прошла фрезой брала лишнее все ноготок наш готов и далее мы с вами работаем уже по привычной технологии подготовительном этапе подготавливаем ноготок при помощи евроклинсера мы выполняем обезжиривание обезжирили дополнительно пил убрали обезжирили ноготок под твердую гелевую систему nail prep наносим полностью на всю ногтевую пластину с свободным краем мы будем дорабатывать но если вы видите после опила прям какие-то сильно мешают вам части сразу их подберите далее мы наносим ультрабонд грунтовка создаем тонкий дисперсионный слой на поверхности ногтевой пластины не сильно жирно тоненько ультрабонд можете наносить на натуральный ноготь на искусственный материал это делать не обязательно понятно что вы не будете с клиентом сидеть и вырисовывать ультрабонд только по границе натурального ногтя ну буквально несколько движений наносим далее мы можем использовать как супербонд это базовое покрытие под твердую гелевую систему так и можем использовать base гель из гель-лаковой системы тоже в качестве базового покрытия я сейчас возьму base гель обусловлено это тем что в данном случае у клиента влажная достаточно влажная кожа но вот прям чуть понервничала сразу вспотела ручки влажные стали на влажных ногтях адгезия будет лучше у гель-лаковой базы поэтому я ее использую сейчас в качестве основы тонким слоем без сейчас какого-либо крепления просто тоненько наносим и отправляем сушиться просушиваем базу и далее в работу берем натурал композит и soft pink желе вы можете и тем и тем пользоваться в чем у нас здесь разница по свойствам своим два эти материала они будут одинаковые функцию они свои будут нести прекрасно и тот и тот разница в цвете смотрите если вы например вот у меня пал пинг да это скульптурный гель который мы будем восстанавливать архитектуру по цвету он очень хорошо подходит к soft pink желе если вы моделируете ногти делайте коррекцию и например у вас цвет камуфляжа скульптура останется как основа какой-то дизайн вы будете выполнять это рекомендую soft pink желе взять если вы будете цветом покрывать можно работать натурал композитом или удобнее вам им пожалуйста но имейте ввиду что при отсутствии цветного покрытия в торце натурал композит будет но более отчитаться да он по цвету будет просто отличаться потому подбирайте исходя из потребности вашего клиента от запроса и где-то от удобства вашей работы работать я буду кистью номер 6 лепесток мой ноготок готов к тому чтобы выложить на него запечатку от одного ногтевого в роста к другому погружаю кисть баночку делаю такие прихлопывающие движения и вытягиваю смотрите я вытягиваю мне такие вот образуются такие колбаски длину можете регулировать когда сильно длинную вытащили возьмите окрашу флакона уберите чтобы излишки вам не мешали выкладываем запечатку к ногтевому в росту я беру запечатку и прям кладу цепляю ее к валику прям в пазуху после полимеризации у меня материал полностью отделиться от кожи без каких-либо последствий одним движением дохожу до центра с одной стороны и вторым движением буду доходить до центра также от ногтевого в роста выжила и дойду до центра с другой стороны после чего для того чтобы дальнейшая вся моя работа была максимально чистая и аккуратно я запечатку как бы поставлю на место я не касаюсь торца натурального ногтя я касаюсь запечатку кистью немножечко и выравнивать чем аккуратнее вы сделаете на начальном этапе тем проще вам дальнейшем будет работать здесь также вот в зоне в роста я как бы свожу на нет в месте прикосновения к натуральному ногтю чтобы не не было ступеньки подтягиваю подтягиваю центр когда навык выработается это достаточно быстро делается в два движения выложили и где необходимо взяли и подправили перед тем как ноготок просушивать нужно его развернуть внутренней стороны и посмотреть легла ли запечатка полностью перекрыла ли она торец натурального ногтя мне вот здесь некоторых местах махры немножко отопило мешают не видно поэтому я сейчас запечатку просушу немножко промажу с внутренней стороны продублируем сейчас мы это делаем при помощи натурал композита зачерпнули вытащили и а баночку тонкий сильно острый кончик убрали и очень комфортно достаточно в работе так софт пинг желе такая же история мы его раньше использовали для сложных техник выкладного френча моделировали удлиняли тело ногтя формировали бортик но для запечатки он идеально просто подходит и прекрасно сочетается со скульптурными гелями soft nude soft pink palping ash то есть очень очень хорошо смотрится на всякий случай я беру маленький маленький кусочек смотрите я могу отделить валик вот я прям взяла и отодвинула валик я вижу что у меня запечатка во-первых отделилась во вторых она перекрыла торец ногтя вот здесь внутренней стороны я дублирую просто промажу сейчас на всякий случай чтобы у меня хорошо хорошо везде запечаталась с внутренней стороны мы обязательно будем выполнять опил вот таким образом продублировала то есть вот этот самый контроль он обязательно должен присутствовать потому что запечатка у нас несет функцию защиты защита торца свободного края от влаги от механических нагрузок и предотвращает отслойки далее мы поработаем soft palping гель это скульптурный гель красивый такой натурально розовый цвет у него очень приятная консистенция посмотрите такое масло он идеально сама моделируется сама выравнивается большому количеству клиентов подходит и по цветотипу и под френч очень удобно тоже им пользоваться очень классный материал набираю небольшое количество мы помним что часть материала у нас осталось на ногти поэтому нам архитектуру нужно восстановить и в преимущественно что наполнить зону кутикулы и боковые боковые поверхности взяла капельку геля и начинаю плавненько плавненько распределять когда вы подходите по боковой поверхности к запечатке сразу при выкладке сильно много геля не кладите вот здесь потому что запечатка имеет слой дисперсионный то есть у него есть липкий слой есть дисперсия она достаточно такая жирная поэтому при выкладке сразу на запечатку скульптурного геля он начнет затекать если у вас еще такой не выработан активный навык работы с запечаткой лучше тоненько промажьте по бокам пройдите в центре распределите материал и потом уже формируя формируя скульптуру добавьте ведь она сразу начинает подтекать не выкладывайте очень много запечатки на кожу только нам нужно только присоединиться потому что при выкладке большого количества гель начнет по запечатке течь максимально аккуратно я добавила капельку в центре эту капельку я начинаю плавненько распределять наполняя толщину боковых поверхностей дисперсия мне там уже присутствует и вот тут хорошенько хорошенько на поверхности запечатку перекрываем можно также перевернуть сцентровать если есть такая необходимость перевернулись центровали что на темне маленькая капелька вы тут хочется мне чуть-чуть ближе подтянуть если есть какие-то особенности строения можно взять кисточку и дополнить перевернули в центровали в продольный изгиб посмотрели при необходимости если нужно там что-то подкорректировали подтянули точку апекса наполнили развернули проконтролировали блик и отправляем на просушку время полимеризации у всех наших скульптурных гелей две минуты для полной просушки нужно просушить две минуты пока ноготок у нас сохнет мы с вами обсудим следующий этап запечатку необходимо в первую очередь после просушки опилить с внутренней стороны это главное правило мы не начинаем пилить торец мы не начинаем пилить поверхность пока не выровняем запечатку с внутренней стороны внутренняя сторона нашего ногтя вот у нас валик и изгиб когда мы выкладывали запечатку конечно же вот здесь внутри она вы выложилась не очень ровно да есть какие-то моменты где-то чуть толще где-то чуть тоньше зашло в тех местах где у меня были сомнения я даже подмазала с внутренней стороны поэтому нам нужно взять фрезу и вот эту нижнюю арочку выровнять сделать ее ровной сделать ее в одной плоскости в один уровень с натуральным ногтем я пользуюсь как правило фрезой например твердосплавной вот такая маленькая маленькая твердосплавная фреза которая очень качественно опиливает твердый гель с внутренней стороны также можно пользоваться фрезой вот такой керамической у нее тоже насечки не даже абразивчик поменьше тоже очень удобно такой фрезой пользоваться можно работать фрезой вот у меня старенькая можно работать фрезой с алмазным напылением очень удобен конус обратите внимание что все три варианта этих фрез имеют скругленный носик и они не острые потому что при работе вот здесь с внутренней стороны велик риск вот здесь травмировать поэтому работать нужно очень аккуратно и фрезы все-таки рекомендую брать именно со скругленными носиками по фрезам сразу видно что алмазное напыление забивается чуть больше и сложнее в обработке сложнее вычистить то есть тут нужно либо мойка ультразвуковая такой вот чтобы хорошая хорошая была обработка именно на вычищение абразива с фрезами твердосплавными для керамическими чуть попроще работа то есть их попроще очистить это вот такой нюанс работе я больше всего металл люблю как правило металлом пользуюсь она очень маленькая очень комфортная и при аккуратной работе конечно же не травмирует так в первую очередь у меня ноготок подсох я его обезжирю обезжириваю снимаю дисперсию при работе запечатка очень важно обезжиривать смотрите не только по поверхности но и с внутренней стороны потому что запечатка это скульптурный гель который имеет дисперсию и вот здесь внутри если вы не обезжирите работая фрезу его сразу и и в первую очередь забиваете облегчайте себе работу обезжириваете как с поверхности так и с внутренней стороны далее берем фрезу работаю я на форварде на 15 тысячах оборотов разворачиваю ручку укладываю фрезу параллельно плоскости то есть мне не нужно выпиливать натуральный ноготь мне нужно выровнять нижнюю арку почистить легкими движениями без давления я почищаю и запечатку выравниваю вот валик отодвигаю смотрите вот здесь тоже в зоне в роста у меня же там до подушечки пальца дотрагивалась поэтому здесь я тоже почищаю если боитесь только на форварде можно слева направо перевернуть на реверс тут буквально вот когда запечатка выложена аккуратно и не сильно там ее много навалено и выпиливать ее гораздо проще мы запечатку нашу вот здесь выровняли с внутренней стороны не выпиливая натуральный ноготь только слегка его почистили убрали загрязнения и далее я беру пилочку и начинаю формировать придавать форму свободному краю также оттягиваю валик боковой и вот здесь начинаю от ногтевого в роста аккуратненько снизу снизу сбоку сверху очень важно на этапе подготовки опилить и хорошо заузить ноготь чтобы вот эта толщина толщина ширина ширина с запечаткой у нас была желаемой формы да чтоб нам не хотелось сделать его еще уже еще уже и всю эту запечатку спилить поэтому предварительно вы сначала заужаете ногтевую пластину свободный край не ногтевую пластину свободный край заужаете под запечатку и только потом запечатывается ну вот здесь в рост повыше поэтому я сначала здесь почищу все у меня пилочка вышла на поверхность скульптуры сильно больше я пилить здесь не буду иначе запечатка уйдет у нас вся вот пропил и смысла уже своего функционала никакого нести не будет подчищаю свободный край буквально вот легонечко без давления и соответственно эти манипуляции снизу тоже выравниваю формирую нижнюю арку и далее мне нужно при открытии толщины торца доработать по поверхности я вижу что у меня вот здесь чуть больше по бокам в зоне кутикулы пилить пилочкой пилить жестким абразивом уже необходимости нет и согласитесь при коррекции когда вы начинаете работать и пиливать только свободный край не пилить под кутикула не пилить сверху это значительно сокращает время вашей работы вот я дорабатываю с торцом мне нужен торец и работаю я сейчас только с торцом не выходя сильно на поверхность потому что по поверхности и а в зоне кутикулы можно отвечу на ваш вопрос по поверхности только смотрю в торец видите буквально буквально совсем чуть-чуть материал выложили мы аккуратно запечатка у нас везде хорошо присоединилась форму наш желаемую до который мы изначально с клиентом согласовали она не испортила а пил произвели толщину понизили все наш наготов готов и дальше мы уже можем взять шлифовщик более грубой стороной пройтись по торцу там где я работала пилочкой с абразивом от бачка почистить пройти убрать царапинки от более грубого абразива пилочки и далее уже по поверхности в зоне кутикулы так как скульптурный гель идеально самовыравнивается он хорошо моделируется он ложится тонко и в зоне кутикулы у нас нет никакой ступени никакого перехода то есть нет необходимости что-то там очень сильно выпиливать или опиливать достаточно пройти просто шлифовщиком плюс у меня вот у клиента в данный момент в эту моделью мы очень чувствительная кожа очень близко сосуды чем близко капилляры то есть только дотронься иногда шлифовщиком дотрагиваешься сразу же идет кровь поэтому вот в этом случае можно достаточно эффективно вот так выполнить коррекцию с минимальным опилом то есть коррекция с минимальным опилом она тоже возможно ноготок у нас готов мы можем его обезжирить снять опил мы можем дополнительно пройти кутикулу римовером мы можем дополнительно там выполнить маникюр еще при необходимости и с внутренней стороны я тоже обезжириваю я сейчас еще раз покажу еще раз расскажу для чего нам нужна запечатка отвечу на возникший вопрос смотрите в предыдущем эфире я тоже проводила делала запечатку вот видите влажный какие раз и стали влажные руки запечатка нам нужно мы и должны видеть вот здесь смотрите фокус сейчас поставлю вот с внутренней стороны видно сфокусировалась или на перчатке сейчас я максимально постараюсь чтобы сфокусировался телефон поставьте плюсики если видно девочки пожалуйста смотрите какой важный момент вот она запечатка вот этот запечатывающий кант который перекрывает расстояние между торец между искусственным материалом и натуральным ногтем при механической нагрузке когда мы пользуемся когда мы что-то моем что-то трём постоянно руками мы активно пользуемся и у нас на свободный край идет максимальная нагрузка вот запечатывающий кант он помогает нам эту нагрузку выдерживать он не дает расслаиваться натуральному ногтю отслаиваться и отходить от поверхности от искусственного материала и соответственно препятствует попаданию влаги между искусственным материалом и натуральным ногтем в торец не попадает влага и у нас со стороны свободного края не появляются отслойки у нас со стороны свободного края не появляется загрязнения маникюр максимально стойкий максимально прочный клиент может активно пользоваться и не бояться что у вас будут отслойки вам как мастеру вам как мастера что это дает при коррекции вам не нужно полностью брать и спиливать весь материал отрос материал вот там на одну треть мы сейчас опилили мы опилили отслойки вот здесь были по бокам и вот здесь в центре материал сохранили по факту у вас идет минимальный расход материала потому что вы докладываете только на ту часть которая отросла запечатываете кант и все и обеспечиваете хорошую хорошую носибельную и прочную прочную конструкцию если у вас идут отслойки отслойки со свободного края они доползают потом до середины ногтя и вы начинаете опиливать и понимать что ой блин да мне проще вообще полностью взять спилить вообще все и переделать заново чем сидеть выпиливать эти отслойки когда вы работаете с запечаткой когда вы отработаете технику эту начнете активно и пользоваться вы поймете что от слоек меньше вы меньше тратите время на коррекцию клиент ходит дольше клиент ходит лучше и качество покрытия остается более цельным то есть это очень хорошая большая экономия времени за по поводу запечатки но на самом деле вы как мастер сами должны формировать и вы знаете сильно много денег во первых за это не возьмешь я бы не брала за это отдельную день отдельные деньги когда как мастера работала тоже никогда не брала это все входит вы получаете ваш клиент получает комплекс услуг и мастер оказывает услугу комплексную и если это будет ваша фишка вы будете это делать а все остальные мастера не делают поверьте у вас клиентов будет гораздо больше то есть вы заработаете гораздо больше обеспечив своему клиенту хорошую качественную комплексную услугу поэтому я не рекомендую брать отдельные деньги за запечатку в каких случаях ее нужно делать в каких нет смотрите когда у клиента вообще все идеально стоит ногти бетонные просто все держится она ими всеми делает и вы видите что нет ни от слоек материал не расслаивается вообще все прекрасно можете не делать случаях когда вы видите что со стороны свободного края много от слоек что есть загрязнения что это усложняет вам процесс коррекции прежде всего вам усложняет процесс коррекции то конечно запечатку я рекомендую делать запечатку при помощи натурал композит и soft pink желе вот этот запечатывающий кант вы можете сочетать как с твердыми скульптурными гелями точно также вы можете эти же материалы сочетать запечатку с гель-лаковыми базами можно с скульптурными гель-лаками сочетать можно сочетать ее с файбер базами очень прекрасно не дружат друг от друга не отслаиваются то есть это очень хороший очень прочный каркас то есть вы фактически взяли натуральный ноготь и вставили его в жесткую рамку он держит у вас форму нужен четкий квадрат с острыми краями с острыми углами пожалуйста сделали запечатку четкий кант и вы понимаете что ваш клиент будет прекрасно ходить и следующий раз коррекции он вернется с той же формой и без отслоек вы облегчите жизнь и себе и своему клиенту поэтому рекомендую девочки но я надеюсь что на вопрос для чего нужна запечатка я ответила для тех кто уже работает в этой технике респект потому что это очень классно это очень надежно это большое преимущество для мастера то есть это такое повышение вашего профессионализма для тех кто еще не работает рекомендую техника несложная просто на требует дополнительной отработки отработали посмотрели попробовали на себе попробовали на подружках и плавно начали вводить клиентам я вас уверяю что им понравится всем спасибо большое за эфир за внимание не мы в обязательно сохраним если у вас останутся какие-то вопросы пишите в комментариях рада была всех видеть присоединяйтесь и к следующим нашим эфиром всем творческих успехов и всего самого наилучшего до свидания